Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня я хочу поднять очень интересную тему. Это видео может быть вдохновляющее, поддержка для многих женщин. В общем, я хочу выразить свои мысли и свой взгляд по поводу матерей-одиночек, как их так называют, одиночек. Хотя мне эта формулировка вообще не нравится, мне кажется, она в себе несёт какой-то негатив. Хочу разобраться с этим моментом и поделиться своим взглядом. Попытаюсь собрать все свои мысли, чтобы донести правильно то, что я хочу донести. Вообще, почему это видео возникло? Потому что очень-очень часто я слышу, когда женщины и мужчины говорят... Эта фраза меня просто убивает. Да у неё дети, кому она нужна? Просто эта фраза убивает, она идёт из какого-то прошлого. Вообще, я считаю... Вообще, я думаю, кто так думал? Когда-либо. У неё дети, кому она нужна? Дети-крест, дети-абуза. Никому чужие дети не нужны. Нет. Конечно, в каждой такой фразе есть доля правды. Да, чужие дети никому не нужны. Но также можно и сказать, что, в принципе, мы по своей сути никому не нужны. Мы в этом мире одиноки. Каждый сам за себя. И не нужно рассчитывать, конечно же, на то, что кто-то тебя полюбит, кто-то тебя пригреет, да, и кто-то там всё за тебя в этой жизни сделает. Нет. Я считаю, что правильный взгляд — это идти по жизни самостоятельно, ответственно, и даже стараться ещё кому-то помочь, нежели от кого-то брать и тянуть помощи, и считать, что все тебя вокруг должны. То есть нужно быть самостоятельной единицей. Так нужно растить своих также детей и такой быть. Но это другой вопрос. Всё равно люди встречаются, люди друг друга любят, люди очаровываются друг другом, влюбляются, происходит любовь, и что-то красивое рождается. Я просто не понимаю, почему ребёнок может быть причиной того, что то, что могло зародиться без ребёнка, с ребёнком не зародится. То есть, понимаете, да, девушка была без ребёнка, в неё так влюбился парень, всё прекрасно, а вот если у неё ребёнок, то, короче, он уже не влюбился, он её уже разлюбил. Я считаю, что в первую очередь, если есть люди, например, мужчины, для которых это ограничение очень важно, то есть женщина с ребёнком, женщина без ребёнка, это он полюбит, а такую не полюбит, то у человека, ну, я считаю, неправильной приоритетой, потому что я считаю, что чужой ребёнок, ну, будем чупать чужим, иметь в виду, да, что не твой ребёнок родной, не должен быть причиной этому. И вообще, я считаю, как правило, он и не является причиной этого. Многие женщины, которые остаются одни, допустим, с ребёнком, мне кажется, они так себя тешут, когда у них не получаются отношения, не получились, вот, может быть, с отцом отношения, да, по разным причинам, по их вине, не по их вине, не важно, это абсолютно. В общем, эти женщины начинают тешить себя тем, что теперь они с ребёнком никому не нужны, ну, это может быть психологическая защита такая, да, и оправдывают тем самым то, что у них, в принципе, с мужчинами не получается. К чему я веду? Я веду это к тому, что если вы человек, который, вот, девушка, да, никогда не оставалась одна, которая знает, как себя вести с мужчиной, которая сама по себе уверенная, то неважно, сколько у неё будет детей, людей, то неважно, сколько у неё будет детей, она всегда будет востребованной девушкой у мужчин. Вот это моё глубокое-глубокое убеждение. Если вы живёте этой фразой, что девушка с ребёнком, почему видео названо «Мать-одиночка», да, то есть это о женщине, которая с ребёнком, да, то есть если она никому не нужна, из мужчины, если вы живёте такой мыслью, то это вас и будет преследовать. Я хотела просто призвать всех женщин к тому, чтобы, если у вас есть такие шаблоны, если рядом с вами есть люди, у которых есть такие шаблоны, вообще избавляйтесь от этих людей, старайтесь держаться от них подальше, и меняйте свои шаблоны, просто выкидывайте их, потому что это не работает. То есть точнее это работает против вас. Если вы так будете думать, то вы будете одна, то вы действительно будете никому не нужны. Наши мысли материальны в этом смысле точно, и так думать просто категорически запрещено. У меня взгляд такой, и всегда таким был, я не знаю, хотя я тоже выросла среди тех людей, которые так думают, что да, никому девушка одна с ребёнком не нужна. То есть всё это обуза, и нормальному мужчине она не нужна. Вот я вам скажу, что ненормальному мужчине она не нужна, и слава богу, что такой ненормальный мужчина рядом не будет. Нормальный мужчина никогда не посмотрит на то, что есть ребёнок или нет, и это будет его такой отправной точкой решающей, да, будет он с этой девушкой или нет. То есть это запомните только у ненормальных мужчин. Во всяком случае, в моём взгляде. Я хочу им поделиться, потому что реально в нём хорошо, в этом взгляде. И это не просто придумано, я вам так скажу. Это на личном опыте, это стопроцентная уверенность у меня. Кто будет смотреть через этот взгляд, у того так и будет в жизни работать всё. Нормальный мужчина — это тот, который, в принципе, в априори любит детей. И неважно, своих, понятно, мы любим, это естественно. Но нормальный человек, нормальный женщина или мужчина, мы все любим детей просто потому, что они беззащитные, маленькие. Мы все любим котят, щенят, маленьких, беззащитных. Потому что мы не изверги, потому что мы люди, мы понимаем, что человек он ещё только становится. И мы все такие были. То есть, понимаете, человеческое что-то возникает. И у человеческих людей возникает естественный момент защитить что-то. Если мужчина, вы ему нравитесь, видит, что у вас ребёнок, и у него не возникает момента такого, что вы ему нравитесь, да, но он видит, что у вас ребёнок, и он такой раз-раз разворачивается, у него нет, у него отвращение какое-то от детей. То есть, не было бы ребёнка, он был бы с вами. А раз ребёнок, значит, он не будет с вами, значит, у него вообще ненормально всё с мозгами. Серьёзно вам говорю. Любой мужчина и любой человек всегда будет только рад помочь и своей большой спиной, огромным крылом орла, понимаете, защитить и вас, и вашего ребёнка, и вообще относиться ему как к своему. Вот лично у меня внутри такой взгляд, что ко всем детям нужно относиться как к своим. Если вдруг где-то ребёнок, который нуждается в какой-то помощи, да, или вы, проходя на улице, там, видите, да, или у своих друзей, или ещё что-то, мы никогда не пройдём мимо, согласитесь, но это бесчеловечно будет. Поэтому для меня это вообще, ну, норма, а не норма отворачиваться от детей, которым явно, ну, как бы мы видим, что нужна помощь, или, ну, вот пример, который я привела, да, женщина с ребёнком. То есть она, сама красотка, классная, да, отворачиваемся только потому, что есть ребёнок. Это не норма. Вот, что касается этого, то я считаю, что здесь вопрос не в детях. Здесь вообще вопрос в самой женщине, да. То есть если женщина не подходит, то, конечно, ребёнок, в принципе, он не будет мотивацией никогда для того, чтобы быть в паре. Ну, это понятное дело, да. Вот, но если женщина нравится, то ребёнок, он не должен быть причиной того, что отношения разрушатся. Это, опять же, это либо дети, которые ещё ничего не понимают, то есть, ну, как я называю, малолетки парни, да, либо это просто ненормальные мужчины. Я вообще считаю, что ребёнок для женщины — это её гордость, это её ценность. То есть я считаю, что женщина, которая уже с ребёнком, она даже, я не знаю, намного выше, что ли, да, чем женщина без ребёнка. Знаете, у меня раньше, я не помню, вот сейчас вот я это говорю, и у меня такое чувство, что раньше, когда я не была беременна, когда у меня не было ребёнка, мне казалось, что женщины с детьми, они как-то чувствуют какой-то от них высокомерие, что ли, да, что они как будто чувствуют себя, знаете, над планетой всей, типа они что-то в этой жизни сделали такое, да, что не от всех, конечно, я это чувствовала, опять же, это от человека, но в общей какой-то массе было такое ощущение, что женщины с детьми, они как-то превосходят женщин, которые я ещё не родила. И у меня в своей жизни было всегда, ну, как бы у меня внутри всегда было, что я женщина, и я хочу почувствовать себя мамой. Всегда это было, даже независимо особо от того, был у меня мужчина или нет. То есть мне это с годами, да, вот к 30, годам 29-30, у меня прям явно это было ощущение, что я хочу почувствовать себя мамой, я в этой жизни должна почувствовать себя мамой. Хотя я не была такой, знаете, заядлой там прям мамочка-мамочка, то есть у меня были периоды, что я вообще думала, что у меня не будет никогда детей, да, ну, не хотела там или ещё что-то, ну, в общем, свои заморочки малолетские, пока была маленькая, да, то одно, то другое там вечно скакало всё. Но вы знаете, когда я достигла этого порога, да, и когда я наконец-таки стала мамой и почувствовала себя, мне кажется, я перешла, честно говоря, в какой-то другой мир. Да, была моя жизнь до ребёнка, до того, как я стала матерью, и жизнь после того, как я стала матерью. Это реально огромный шаг, и я даже скажу, это реально скачок наверх. Теперь я понимаю всех женщин, если отчасти у них было такое ощущение внутри, что они что-то сделали в этой жизни. Да, это круто. И мне кажется, что с каждым ребёнком, второй, третий, четвёртый, эта женщина становится выше, 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 выше на ступень. И это, понимаете, и это для нормальных людей, для нормальных людей, это круто. Для людей, которые ценят что-то в этой жизни, ценят жизнь, понимаете, для них дети это святое. То есть это будет круто, и такая женщина всегда будет крута. А мужчины, которые этого не ценят, например, да, и они как-то вообще, не пойми вообще, чего они ценят, будь здоров. То такие мужчины, в принципе, в окружении нам и не нужны. Что могу сказать? Я надеюсь, что на самом деле таких мужчин-то много вокруг. Ещё есть и такие женщины, которые тоже так думают, типа, никому не нужна, там, мать с ребёнком. Есть такие женщины, которые так думают, но мне кажется, в них тоже говорит, то ли это вдолбили просто в голову, да, то ли в них говорит какая-то зависть, чтобы у этой девчонки ничего не получилось, понимаете. Либо, ну я не знаю, вот в какие моменты это можно сказать, у меня язык не повернётся вообще такое сказать. Ну вообще, я не знаю, в какой момент это можно сказать женщине. Это просто сказать, убейся, пойди вот ей. Всё равно, что сказать, иди умри. Сказать такое женщине с ребёнком, что с ребёнком ты никому не нужна. Просто иди убейся, иди умри. Это равносильно, реально. И я считаю, что такие вещи никогда нельзя говорить. Если вы когда-то такое кому-то говорили, знайте, что вы просто желаете всё, человеку всё. Потому что это обычно говорится в какой момент? Когда, например, женщина думает расстаться со своим предыдущим, может быть, мужчиной, да. Почему она хочет расстаться? Потому что всё не так сладко. Значит, жизнь её превратилась уже не в сахар, понимаете. Она хочет расстаться. И в этот момент может какая-то подружка или там друг говорить, что кому-то нужна будешь потом с ребёнком. Это женщина может... Это один момент, да. Второй момент, женщина сама себе может говорить такие вещи в этот момент. А это именно потому, что возникают страхи. Страхи остаться одной. Именно потому, что у неё есть такой взгляд, что с ребёнком она никому не будет нужна. Но, уверяю вас, это именно в вашей голове. То есть, если вы это со своей головы не уберёте, то так и будет. То так и будет. Тогда оставайтесь в вашем же положении сложном, из которого вы хотите и боитесь выбраться. Но с таким взглядом вы далеко не уедете. Как вы считаете, вот что так и будет, так оно и будет. Вот. В моей жизни... А, ещё мне не нравится слово вообще само мать-одиночка. Вообще, я считаю, что слово одиночка, оно какое-то негативное в себе несёт, какой-то негативный пост. Потому что где одиночки есть? Там в психушках одиночки. Люди одинокие, как правило, несчастные, да. Вообще, одиночество — это один из самых таких страшных страхов нашей жизни. Вот, например, приравнивается к страху смерти. Мы все боимся смерти. Мы, конечно, об этом не думаем, ничего. Но чем ближе к смерти, да, то мы боимся. Если нам любому человеку пистолет поставить, мы все обострёмся, понимаете? И это говорит о том, что мы все боимся смерти. Даже люди, которые, бывает, там, хотят покончить жизнь самоубийством, да, только говорят-говорят об этом, а только они на крылью смерти стоят, они сразу думают оп-оп-оп. Нет, назад, типа, да. Нет, мы все боимся смерти. И вот на уровне этого стоит страх одиночества, что мы останемся одни, что от нас отвернутся все. И вот кто был на каких-нибудь психологических тренингах по поводу этого, кто чувствовал себя, прорабатывал этот момент, тот может меня понять, что значит быть одиноким. И на самом деле это люди все очень боятся остаться одиноким. В тюрьме есть одиночка, туда сажают людей, там очень тяжело им находиться в одиночестве, потому что нужны человеку люди, там, бывает, сходят с ума. Ну и, как правило, мать-одиночка тоже, да, когда она лишается кормильца по каким-либо причинам, а воспитывает ребенка одна, ее называют одиночкой. Тоже, да, как-то у нас полноценная семья ценится больше, чем женщина просто с ребенком, как правило, да, и тоже несет в себе какой-то негативный момент. Вот матерям-одиночкам дают пособие, как бы они такие беспомощные, им нужна там помощь, как бы не, спасибо за пособие, конечно, многим это все нужно, но я к тому, что все равно это несет в себе какой-то негатив, поэтому я бы не назвала мать-одиночка мать-одиночку мать-одиночкой. Я бы назвала, например, мать-самостоятельная, мать-ответственная, мать-умница, мать-красавица. Как еще можно назвать? Мать-вперед! Я не знаю, какое можно было бы словосочетание придумать, заменить все это, но полно приятных, позитивных слов, которыми можно было бы это все заменить, и чтобы женщина чувствовала себя вообще какой-то звездой в этот момент. Я не вижу вообще в этом никакой проблемы, я не считаю, вот просто, может быть, даже с этим вот моментом, многие, так как мы расскажем немножечко о себе, чуть-чуть, потому что я про свою личную жизнь вообще не рассказываю, да, мы с моим любимым человеком живем на расстоянии. Это момент временный, люди многие гадают, в чем причины, но это абсолютно не важно. Мне мой мужчина помогает, я себя чувствую полностью замужем, полностью замужем, потому что, то есть он полностью помогает. Но так как мы живем на расстоянии, конечно, ему сложно воспитывать ребенка вот так на расстоянии, да, мы видимся по скайпу каждый день, там он знает папа, тря-ля-ля, но воспитанием занимаюсь я, допустим, сыном одна. Да, и вот в нашей ситуации многие люди не верят на самом деле, что у меня вообще есть любимый человек, да, ну то есть вот одна из таких, что вообще у меня есть кто-то, что на самом деле я мать-одиночка, и просто я боюсь в этом признаться, да. Но вот люди, которые меня смотрят и сейчас меня послушали, да, то, что я сейчас сказала, если это нет вот здесь, я бы это видео просто не смогла бы снять, я бы не нашла правильных слов, у меня, как видите, нет никаких заготовок, я не читаю, это все идет у меня изнутри. И если бы я реально боялась того, что я мать-одиночка, что у меня нет мужчины, я бы никогда не смогла сказать тех слов, которые я сказала вам сейчас. И если бы даже такое произошло, я думаю, просто если сейчас мой мужчина смотрит это видео, он вообще скажет, что это такое, вдруг произошло, ничего не может произойти, то есть намертво у нас семья, не разлей вода навечно. Вот, ну, блин, зай, пойми, должно привести пример, да. То есть я бы никогда не боялась об этом сказать, потому что я не вижу в этом ничего такого. В моем окружении очень много женщин, которые самостоятельно воспитывают детей, при этом имеют бизнес, при этом нереально безумно классные женщины, что даже жалко и отдавать какому-то мужчине, понимаете, который недостойный. Ну, должен быть суперкрутой мужчина с такой женщиной, он еще должен завоевать ее, понимаете, и расположить к себе, а не просто так она должна кинуться там на кого-то, лишь бы быть в семье. Не нужно. Я считаю, что мы, женщины, настолько крутые, что мы не должны вообще ничего не бояться, вообще ничего не бояться. А нести себя просто звезды, которые еще и воспитывают ребенка, блин, ну, вообще. Почему-то мужчины, кстати, которые остались без жены, воспитывают ребенка, они вообще, они реально звезды. А вот женщины, типа, это норма вообще. Да, моя зайка. Ой, вне мне мамы такие. Мама слова говорит волшебные, да? Скажи, мама, золотые слова. Скажи, золотые слова. Просто у меня такой ситуации нет. Да, у меня есть мужчина, и мужчина, отец моего ребенка. Поэтому я не несу видео везде, да? Вот такой момент, о котором я сейчас говорю. Но я бы хотела, чтобы вы знали мое отношение к этому, да? И по мне, даже я вам так скажу, что по мне круче вообще женщина, которая самостоятельная, успешная женщина, без мужчины, нежели женщина, которая несчастная в отношениях, зато в полноценной семье. И это тоже сплошь и рядом, реально. Она страдает от своего мужчины, она постоянно на него там гавкает, он не несет деньги, он поднимает там на нее руку или просто орет там, в воспитании ребенка у них нет вообще взаимодействия. И вообще он давно уже ей изменяет. И вообще, короче, знаете, вот так вот залезть туда, в семью, и посмотреть, что там творится, ой-ой-ой. Не, я на это вообще никогда не смотрела. Я вообще на полноценные семьи. Для меня, если люди вот живут классно, счастливо они улыбаются, но это огромная редкость. Я за них счастлива. Но, как правило, полноценные семьи в наше время и женщины бывают очень часто держатся за семью просто для того, чтобы вот многие, кто как раз-таки мне не верит, что у меня есть семья, да, кто не верит, что у меня есть мужчина, это как раз-таки, мне кажется, вот те люди, которые боятся, побоялись бы сказать. То есть мы же судим все от себя, соответственно, этот человек судит по себе. Ему было бы страшно сказать об этом, потому что это, наверное, как-то бы унижало его честь и достоинство там, или еще что-то, мать-одиночка, фу, тебе сразу камнями закидала, а то у тебя нет мужа, значит, ты какая-то там стрёмная там или еще что-то, да. Вот, ну, не знаю. Для меня это огромная-огромная глупость, так думать реальное. Вот, вот, скорее всего, такие девушки мне пишут такие комментарии, которые не верят и думают, что я там боюсь в чем-то признаться. Ну, в общем, я думаю, вы мой взгляд полностью поняли, да, что для меня ценно и у кого можно учиться чему-то, да, и, может быть, как бы, знаете, восхвалять кого-то, восхищаться, вот. Вот, кем можно восхищаться, вот такие правильные слова подобрала бы я, да, вот. Так это вот такими крутыми женщинами, и которые не бросаются на первого встречного только для того, чтобы быть в семье, только для того, чтобы быть с мужчиной. Это сразу показывает слабость женщины, да. Вот, ну, мне кажется, уже воспитывать ребёнка самой, да, и уйти из прошлых отношений каких-то недостойных, мне кажется, это огромная сила, и после этого, мне кажется, не нужно бросаться, нужно очень тщательно выбирать или оставаться в том положении, в котором ты остаёшься. Ещё можно назвать, вместо мать-одиночки можно назвать бизнес-мама. Вот это как раз-таки модно в наше время. Всё, мои хорошие, я надеюсь, чьи-то взгляды я поменяла в лучшую сторону, кого-то, может быть, заставило задуматься, если кто-то так думал и что-то говорил и советовал своим близким. Давайте друг друга поддерживать, давайте видеть друг друга на нереальной высоте, и будем сильными. Давайте будем сильными, потому что сила человека — это круто, сила духа именно, да, конечно, не физическая сила, хотя и физическая иногда круто, но главное, чтобы она правильно была применена. Всё, я вас целую, обнимаю, понравилось моё видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, я буду очень рада, если видео это будет полезным. А я вас люблю, целую и прощаюсь, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok